Задача завоевать медали не меньше, чем было в Рио-де-Жанейро, а это 10 наград, 8 из которых высшие пробы. Сегодня прошли торжественные проводы белорусской делегации на паралимпийские игры в Токио. Атлеты возложили цветы к обелиску Минск, город-герои. Здесь капитан олимпийской сборной страны, легкоатлет Иван Тихон, передал государственный флаг нашей паралимпийской команде. После чего спортсмены посетили храм святой равноапостольной Марии Магдалины. Флагоносцем на паралимпиаде в Токио станет опытнейшая Людмила Волчок. Она готовится выступить в гребле. Капитаном сборной выбрана легкоатлетка Анна Конюк. Она взяла бронзу в прыжках в длину на паралимпиаде в Лондоне и рассчитывает подняться на пьедесталы в Токио. Для меня это огромная честь, что моя команда выбрала меня капитаном команды. Я надеюсь, что я достойно пронесу эту миссию на паралимпийских играх. Для меня это пятая паралимпиада в моей жизни. И я буду стараться сделать все возможное для того, чтобы выступить достойно, показать хороший результат. В Трио мы завоевали 10 медалей. Было у нас 8 золотых, 2 бронзовые. Серебра не было, к сожалению. Но сейчас, думаю, выступить не хуже. Пока не хотим планировать, именно планировать, поскольку это, наверное, будет оказывать какое-то психологическое давление и на спортсменов, и на тренеров. Поэтому прогнозируем мы, прогнозируем, но я думаю, что это спорт, всякое может случиться. Поэтому наш прогноз не хуже, чем в Рио-де-Жанейро. Буду выступать я на шести дистанциях. По поводу формы пока точно сказать не могу. Еще готовимся, подводимся. Еще до старта практически две недели. Есть и время, на чем поработать, и правильную подводку сделать, отпуститься от нагрузки. Поэтому, ну, работали мы достаточно долго. Два года, наверное, подготовка шла именно к этим играм. И, надеюсь, ничего не было упущено из нашего вида, и все смогли подготовиться на достаточно хороший высокий уровень. Первая делегация белорусских паралимпийцев отправится в столицу Японии уже 15 августа. 20 наших спортсменов выступят в шести видах спорта. Паралимпиада стартует 24 августа и продлится до 5 сентября.